Сотни Ставропольцев Вот так, штрих за штрихом, меньше чем за час, здание художественной школы появилось у Кати Миляевой на листе. Пейзажи школьница любит больше всего, тем более на открытом воздухе. Ее соседка Полина начинала рисовать в книжках брата, и мама решила направить таланты дочери в нужное русло. Обе девочки занимаются живописью больше шести лет, но в городском пленэре опыт не главное. Особой подготовки не нужно, потому что это такой, больше вид правильного творческого досуга. Это то, чем должен заниматься творческий ребенок и вообще творческий человек. Пленэр – это замечательно, это все совпало с прекрасной погодой. Я думаю, что они получат не только запознание, ну и каких-то навыков, но еще истинное удовольствие просто вот от этого общего творческого настроения. Открытый пленэр приурочен к Международному дню памятников и исторических мест. Более 150 юных художников и те, кто давно мечтал проверить свои таланты в живописи, изображали местные достопримечательности Бульвара Ермолова. Помимо акварели, педагоги учили всех желающих рисовать гуашью и карандашом. Самые талантливые работы будут представлены на выставке. То есть это мероприятие, получается, проходит у нас в два этапа. Сначала проходит пленэр, в течение недели мы подводим результаты, оформляем выставку и торжественное открытие выставки в этом году у нас состоится уже 26 апреля в 15.30. Всех желающих ждут в выставочном здании детской художественной школы. Лучшие работы будут отмечены памятными призами. Анастасия Петренко, Александр Луфьяшко, АТВ Ставрополь.